Грядут большие выборы. Единороссы уже рассмотрели проект положения о праймерис в преддверии думских выборов 2016. Заседание Арктической госкомиссии планируют провести в Нарьинмаре. Дата приезда представительной делегации во главе с вице-премьером пока неизвестна, но к встрече уже готовится. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. Члены партии «Единая Россия» рассмотрели проект положения о праймерис в преддверии думских выборов 2016. В отличие от 2011 года, когда у Владимира Путина было право включить в список кандидатов депутаты граждан, не участвовавших в праймерис, нынешнее положение подобных исключений не предусматривает. В соответствии с документом, кандидатов на праймерис не смогут выдвигать партии, а лишь общественные организации. Однако основная масса кандидатов в кандидаты будет участвовать в предварительных выборах в качестве самовыдвиженцев. Участие в заседании принял и секретарь Ненецкого регионального отделения партии, депутат окружного собрания Сергей Коткин. О принятых решениях он рассказал нам в телефонном интервью. Однозначно было решено, что мы проводим, как обычно, предварительное голосование партийное. Это голосование будет не внутри партии, это голосование будет действительно народное, когда жители округа сами должны определить, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе Федерального Собрания. Причем основными принципами вот это предварительное голосование будет открытость, конкурентность, легитимность. Безусловно, однозначно мы говорим о том, что кандидатами должны быть люди, безусловно, чистыми и в правом поле, и морально, и не иметь никаких зарубежных активов, и, безусловно, граждане Российской Федерации. Вот на выборах в 2016 году в Государственную Думу не будет никаких договорных списков, никаких договорных кандидатов. Жители округа сами должны назвать эту кандидатуру. Того человека, который действительно будет представлять, достойно представлять их интересы в высшем представительном органе Российской Федерации. По прибытии на место мы проведем наши партийные конференции, мы уже проверили по городу, проведем по Заполярному району. И общий итог уже мы сделаем на региональной партийной конференции. Какие планы на предстоящие выборы в Госдуму строят другие партии, такие как ЛДПР, КПРФ и Родина, их представители в Законодательном собрании Нинецкого округа воздержались комментировать. К другим темам. Перспективы развития Нинецкого округа обсудили глава региона Игорь Кошин и его заместитель Сергей Сурков. В частности, на встрече речь шла о взаимодействии региональной власти с федеральной. Благодаря этому сотрудничеству удалось сдвинуть с мертвой точки некоторые проблемы региона и начать их успешное решение. Введение должности Сергея Суркова в состав окружной администрации позволило вести систематическую работу с федеральными ведомствами. Яркий пример двустороннего диалога – постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Нинецкого округа. Документ включает в себя ключевые вопросы, которые необходимо решить на федеральном уровне для дальнейшего развития региона. Напомню, его приняли в мае этого года после проведения в Верхней Палате Российского парламента Дней Нинецкого округа. Конечно, постановление Совета Федерации – это тоже наше определенное достижение. Мы получили в союзники целую палату регионов. Сейчас мы по этому постановлению планомерно отрабатываем. То есть это уже там помимо текущих моментов есть такие стратегические вещи. То есть мы в любом случае, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложности с бюджетными доходами, мы должны думать о развитии округа, мы должны думать о завтрашнем дне. Нельзя жить днем исключительно сегодняшним. Мы должны думать вперед. Мы, собственно говоря, об этом и думаем, и двигаемся в этом направлении. Благодаря подписанию соглашения и лоббированию интересов на высшем уровне с мертвой точки сдвинулся вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы. Загвоздка была в том, что взлетка принадлежит Минобороны страны, рулежке Росавиации, здании аэропорта на Винмарскому авиаотряду. Мы всех трех заинтересованных участников процесса пытаемся посадить за один стол с тем, чтобы у нас так не получилось, что под реконструкцией полосы мы будем вынуждены закрыть вообще наш аэропорт. И будем вынуждены летать либо на вертолетах, либо на 24. Поэтому эту работу мы ведем, она тоже глазу не видна, потому что с одной стороны нам необходима реконструкция полосы, но с другой стороны мы должны сделать все, чтобы жителям округу было комфортно, у нас была возможность принимать все типы воздушных судов, которые сегодня летают. При активном участии вице-губернатора округ участвует в формировании повестки заседаний Госкомиссии по развитию Арктики под председательством Дмитрия Рогозина. Члены администрации работают в группах комиссии. Развитие транспортной системы, развитие промышленности и торговли, развитие энергетики и развитие международного сотрудничества. В ходе отчета стало известно, что одно из заседаний Арктической Госкомиссии планируют провести в Наринмаре. Дата приезда представительной делегации во главе с вице-премьером пока неизвестна, но материалы и план повестки встречи уже готовятся. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что у нас есть ряд направлений, которые в том числе отображены в 185-м постановлении. Также есть вопросы, которые необходимо постоянно поднимать. Поэтому существование этой комиссии позволяет нам говорить о вопросах развития экономики, в том числе развития аэропорта, порта, строительства дороги, вопрос экологической безопасности, развития молодческих народов. Поэтому, по большому счету, мы сформировали общую повестку, в том числе, и можем о ней постоянно говорить на площадке. Помимо взаимодействия с федеральными органами госвласти на плечи Сергея Суркова была возложена непосредственная координация работы управления госзаказа. В этом направлении за 8 месяцев также удалось добиться успехов. Глава региона подчеркнул, что ведомство стало работать гораздо эффективнее. Внедрение современных технологий работы с документацией и систематизация наиболее часто проводимых закупок дали возможность увеличить объем работы управления, сохранив прежнюю численность. Всего за 8 месяцев 2015 года было объявлено 223 закупки на общую сумму около 2,9 млрд рублей. Из них 36 конкурсов на сумму 2,2 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по проведенным закупкам составила порядка 81 млн рублей, что на 20 млн больше показателя прошлого года. Помимо внедрения электронного документа оборота и автоматизации планирования, управление изменило и структуру проводимых закупок. Доля конкурсов, где оценивается не только цена контракта, но и квалификация участника закупки, в том числе опыт, значительно возросла. Это должно сдвинуть с мертвой точки проблему долгостроев и замороженного строительства в Ненинском округе. Цена – это определяющий фактор, но он должен быть не основным. Должна быть залоговая составляющая, должна быть составляющая банковская гарантия, опыт и компетенция компании, которая выходит. Потому что, когда идет исключительно аукцион, сидят печати с уставом компании, торгуют, потом наших же пытаются нанять. На субподряд. Да, на субподряд и что-то сделать. У нас очень много стоящих объектов, поэтому в этом направлении мы продолжаем двигаться. Доложил Сергей Сурков и о деятельности Комитета гражданской обороны Ненинского округа. Вице-губернатор отметил, что основное внимание было уделено подготовке к действиям в весенний паводкоопасный период 2015 года. Был разработан, утвержден, реализован в полном объеме комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодия. Также в соответствии с решением Комитета по чрезвычайным ситуациям, округа переработан, согласован и утвержден план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Также проведена работа по формированию подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах округа. Алина Волучейская, Антон Бодряков, Телеканал «Север». 2 тысячи рублей штрафа за езду на летней резине в зимний период. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Необходимость принятия закона диктуют многочисленные аварии на дорогах в период межсезонья. Навигация на замок, передвижение на водном транспорте по Печоре с сегодняшнего дня запрещено. Не поменял резину, заплати штраф. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение о разработке специального законопроекта, который бы обязывал водителей с наступлением зимы менять летнюю резину на зимнюю. И такой законопроект, одним из разработчиков которого является сенатор от Ненецкого округа, уже внесен на рассмотрение Государственной Думы. Необходимость принятия документа диктуют многочисленные аварии на дорогах в период межсезонья. Нашему корреспонденту Любови Пермяковой, работая над материалом на эту тему, даже не пришлось искать героя. Выехав на съемку, герой на летней резине нашелся сам. Колеса выверни, попробуй чуть назад. Сегодня этой автоледи не повезло. Утро началось с аварии. И все потому, что девушка не успела поменять летнюю резину на зимнюю. В этом дорожно-транспортном происшествии обошлось без травмы жертв. Но, по словам сотрудников Дорожной инспекции, все могло быть гораздо хуже. За 9 месяцев текущего года на территории Ненецкого автономного округа произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Большая часть дорожно-транспортных происшествий приходится на период межсезонья, когда температура сильно колеблется. Как показывает практика, даже при температуре ниже 5 градусов летняя резина теряет свои сцепные тормозные свойства, шины дубеют. Поэтому во избежание несчастного случая лучше всего поменять резину. Тем более, что это дело нехлопотное и недорогое. Ну, на машину в среднем уходит минут 40. То есть, полный комплект. Ну, то есть, я снимаю с машины, монтаж, балансировка и ставлю обратно. Выпал первый снег, и люди начали записываться. То есть, ну, заранее записываются некоторые, звонят, визиточку даю, записываются и стоят на очередь. А сколько в день было примерно? Ну, примерно, машин 30 в день. То есть, с 8 утра и до позднего вечера. Ну, сейчас активность спала, то есть, ну, ноги поменяли, некоторые ждут шины еще, допустим. Чтобы автолюбители не подвергали опасности себя и других участников дорожного движения, группа сенаторов и депутатов Госдумы предложила штрафовать водителей, не поменявших резину на зимнюю с приходом холодов. Но пока эта инициатива законодательно не закреплена, дабы ускорить процесс принятия документа, сенатор от Ненецкого округа Вадим Тюльпанов обратился к первому вице-премьеру России Игорю Шувалову, чтобы правительство посодействовало в решении данного вопроса. Документ получил положительный отзыв правительства Российской Федерации. Также за принятие законопроекта высказали 48 регионов. Наше упущение – то, что законопроект о внесении изменений в кодекс до сих пор не был рассмотрен Нижней Палатой Российского парламента в первом чтении. В случае принятия законопроекта административный штраф за несезонные шины в зимнее время будет составлять до 2000 рублей. Принятие данного законопроекта на федеральном уровне даст регионам право корректировать временные рамки зимнего сезона в зависимости от климатических условий. И, следовательно, право выписывать штрафы тем водителям, которые не переобули своих железных коней по сезону. Передвижение на водном транспорте по Печоре с сегодняшнего дня запрещено. Сроки закрытия навигации в 2015 году для плавания на маломерных судах определены в соответствии с распоряжением губернатора Неницкого округа. С 15 октября закрыта навигация на судоходных водоемах, расположенных на территории Нарьинмара, поселка Искателей и всех муниципалитетах Заполярного района, за исключением Запада округа. Там навигация будет закрыта с 20 октября. В день закрытия навигации окружные спасатели провели учения. Они отработали навыки эвакуации людей на воде. Алина Воучейская наблюдала за спецоперацией. Застрял во льдах и подал сигнал СОС. На борту четверо человек. Такова легенда учений. Сообщение о том, что буксир Белощелий попал в ледовую ловушку, поступил на пульт дежурной части МЧС. Вызволить его из-за подней отправляются спасатели на воздушной подушке. В считанные минуты застрявших эвакуируют, затем перевозят в здание главного управления МЧС по Ненецкому округу. Первая часть тренировки отработана быстро и слаженно. Учение есть учение. Но в реальных условиях времени может потребоваться гораздо больше. Ведь когда судно застревает не в 30 метрах от Наринмара, а скажем, в 100 километрах от окружной столицы, а на борту не четверо, а десятки человек, эвакуация может затянуться не на один час. Именно это и произошло в прошлом году. Напомню, в 130 километрах от Наринмара, в районе села Йормицы, во льдах застряли две боржи. Людей тогда эвакуировали вертолетами. Чтобы избежать подобных ЧП, в главном управлении МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок и прогулок по неокрепшему льду. Лед еще не очень толстый для передвижения как пешком, так и на автотранспорте. Поэтому выход на лед на данный момент запрещен. Надо подождать более устойчивых морозов, когда уже погода полностью установится и толщина льда будет где-то в пределах 10 сантиметров. Отработали спасатели и эвакуацию людей, попавших в западню только уже снежную. Напомню, прошлой зимой с автодороги Наринмарусинск силами главного управления МЧС России по Ненинскому округу было эвакуировано порядка 118 человек. Сегодня спасатели отработали разворачивание временного пункта для размещения водителей. Но установку такой палатки требуется не более получаса. Она может вместить в себя порядка 20 человек. Поисково-спасательный отряд в состоянии развернуть пункт временного обогрева для водителей на базе аварийно-спасательного автомобиля «Белый Орел», в комплект которого входит пневмокаркасный модуль, выдерживает морозы до минус 40. Пока в нем может размещаться необходимая мебель, чайник, в общем, все, что необходимо для обогрева водителей в случае каких-то экстренных случаев. Такие учения проводятся с целью отработки слаженных действий всех спасательных подразделений. Примечательно, что тренировку в этом году приурочили к 25-летию МЧС России. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Талантливый человек, талантлив во всем. Эту аксиому в очередной раз подтвердила школьница из поселка Красное. Мария Маркова стала победителем всероссийского водного конкурса научно-исследовательских проектов. Девушка обошла всех конкурентов. Она лично пожимала руку королю и королеве Швеции и ужинала с ними за одним столом. Ученица из поселка Красное в свои 17 лет стала победителем всероссийского водного конкурса научно-исследовательских проектов. Девушка обошла всех конкурентов, а их было почти 100. Мария Маркова, так зовут героиню, свою работу посвятила обнаружению причин загрязнения воды в заповеднике Ненецкий. Олег Котанзейский расскажет, как 17-летний подросток увидел то, чего не замечали взрослые. Об этой школе, где учатся всего 40 ребят, теперь знают, пожалуй, многие. Она прославилась благодаря 11-класснице, которая в 17 лет защищала честь нашей огромной страны на престижном международном конкурсе в Швеции. Предстоит искать его могилу, которая так и пропала без вести. Она вполне могла бы уже и сама преподавать, например, биологию, вот только школу еще не окончила. 17-летняя Мария Маркова из Красного до сих пор не может поверить в то, что стала лучшей на всероссийском конкурсе. А в качестве награды получила билет в Швецию, где представляла нашу страну уже на международном уровне. В декабре я задавалась таким вопросом, а вот что, если я выиграю номинацию международной и поеду в Стокгольм? Ну, это была так, мечта. В течение двух лет девушка изучала причины загрязнения воды в заповеднике Ненецке. За это время состоялось четыре научно-исследовательских экспедиции. Впрочем, Мария, конечно, не скрывает, на пути к триумфу ей помогли свой проект. Старшеклассница писала совместно с Натальей Панариной. Это научный руководитель, она же учитель биологии и химии. Мы работали в полевых условиях, затем обрабатывали материал здесь, в нашей лаборатории. Самое главное в любой работе – это большое желание, целеустремленность и труд. Главный итог научной работы – установлены причины загрязнения воды. В нее периодически попадала нефть. Уникальные результаты исследований внесены в летописи природного заповедника. В том году дамба была разрушена, и мы писали, где только могли, что дамба разрушена, что ее надо восстанавливать, потому что идет каждый день непрерывное загрязнение. И в этом году ее восстановили. В Швеции ее проект лучшим не стал, впрочем, это уже не важно. Мария из небольшого северного поселка доказала всему миру – у России огромный научный потенциал. А вот чем 11-й классница будет заниматься дальше, она говорит уже смело – хочет стать врачом, скорее акушер-гинекологом. Кстати, круглая отличница, несмотря на колоссальные успехи в учебе, одаренной себя все же не считает. Мне кажется, это считать себя дренать. Ребенка меня другие могут считать, я себя не могу считать. Ее классный руководитель Валентина Хатанзейская всегда понимала – Маша особенная, потому свою подопечную всегда поддерживала в любых начинаниях. Сегодня ее день, как у взрослого, расписан по минутам, но когда подросток талантлив разве-то не может радовать. Очень хотелось, чтобы вот как-то это не растерялось, чтобы она не устала от того, что так много сил, энергии она тратит на учебу. И кажется, что силы ее бесконечны. В ближайшее время 17-летняя Мария свой проект на 40 листах намерена доработать и отправить на следующий конкурс. Ведь мир-то еще не взят. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Андрей Котов, Телеканал «Северкрасное». Такой была информационная картина этого дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте www.trksever.ru Сейчас информация от наших синоптиков.